Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня я хочу рассказать о нашем рокерском зимнем саде, в котором очень хорошо солнечными зимними морозными днями и утрами пить кофе и сочинять блюзы, баллады и даже рок-н-рогеры. А еще хочу добавить, что такой зимний сад может построить себе любой человек, который честно работает и зарабатывает деньги. Вот как это сделал Волощук СД, у которого 40 лет стажа, который отпахал этих 40 лет как раб на галерах, как говорит Владимир Владимирович. И даже приватизационного чека не получил от нашей великой родины. То есть в приватизации не поучаствовал. Любой человек может спокойно заработать себе на зимний сад, а уж тем более талантливый музыкант. Особенно если он играет чисто стильную музыку в любом направлении. Джаз, рок, шансон, эстрада, попса, рэп. Все равно народная музыка. Если он это делает чисто стильно, то за это готовы платить. Потому что порода стоит дорого. Породистая музыка чисто стильная тоже стоит дорого. И об этом я говорил в одном из своих блогов, который называется «За хорошую музыку». Люди голосуют рублем. Но если ты мешаешь в одну кучу. Хэви метал со скрижащущими гитарами, с попсовым пением и с блатным насыщением смыслом, матом и перематом, то за это платить не буду. За копейки. Обращаюсь ко всем нашим русским рок-музыкантам. Ребята, давайте изучать стили, жанры и делать чисто стильную рок-музыку, за которую и платят хорошо. А сейчас я приглашаю всех вас в наш зимний рокерский сад. Этот зимний сад мы сделали очень давно. Я даже не помню, когда. Лет 15 назад. И для того, чтобы здесь посадить экзотические растения, первое, что мы сделали, это, конечно же, очень углубили здесь ямы такие специальные, выкопали. Которые очень глубокие. Мы их заполнили пловоротной землей и торт. А глубина их ниже промерзания, ниже точки промерзания. Для того, чтобы растения могли своими корнями уходить туда в землю и круглый год и так. Вот для этого это было сделано. Поэтому здесь они себя чувствуют очень комфортно. Несмотря на то, что здесь всего лишь навсего двойные стеклопакеты, здесь всю зиму тепло. А летом даже с жаркой, поэтому мы сюда строили кондиционеры, включаем их, чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. В конце зимы и в начале весны мы здесь устраиваем парни. По готовке рассады, потом для посадки его в оголок. Но сейчас вот здесь находятся рассады. Вот это тайские помидоры, семена которых подарили нам друзья, привезли из Таиланда. Это маленькие помидорчики черви. Очень сладкие, очень вкусные. Вот это перец чили. Очень острый, огонь. Вот это баклажаны. Вот это цветная капуста. Вот это разные сорта болгарского перца, разноцветные. Здесь помидоры, различные сорта, бычье сердце, крымские и подмосковные. Белокочанная капуста, вот это рассада, тоже белокочанная. И краснокочанная капуста. Здесь это все продолжение различных сортов помидоров. Вот это наша гордость. Это лимонное дерево, которое каждый год приносит нам плоды. Очень вкусные, кисленькие, сочные. В этом году было штук пять. Уже несколько съели, он осталось, смотрите, два, вот видите, они еще зеленоваты. А вот здесь, а вот здесь созревший плод. Желтый, потому что он дует поближе к солнышку. И за этим лимонным деревом, в чудном саду, прячется экзотический попугай. Видите, какой красавчик. Охраняет дерево лимонное. А для того, чтобы здесь было удобно работать и обслуживать растения, то мы сюда провели воду, холодную и горячую, из нашей скважины. Которая очень чистая, ее можно даже пить. И пока я буду мыть руки, моя супруга, моя незабвенная супруга, моя лучшая помощница и самый надежный товарищ и соратник, принесет мне кофе, я руки столкну. И поэтому летом, когда здесь жарко и людьми растениям, мы включаем этот мощный кондиционер, открываем вентиляцию сверху. А зимой, когда за стеклом минус 30, но светит яркое солнышко, здесь очень хорошо обедать русскими пельменями и сочинять новые рок-шедевры. Рок-группа Волочука СД, помещающаяся здесь за столом, вся, никто в обеде не остается. И плюс мы едим экзотические фрукты. На сегодня все. Обзор зимнего сада закончен. А я начинаю пить кофе. Привет, друзья! Как хорошо морозным зимним утром в зимнем саду пить кофе с молоком. На солнце снег играет перламутром, а за стеклом среди деревьев так тепло. Цветут лимоны, ирисы, нарциссы. И рок-н-роллы сочинять здесь так легко. Само собой рождаются репризы, что дарит тебе страт или лэс-пол. Но чтобы обладать таким вот чудом, что называется в народе зимний сад, работать надо, а не заниматься блудом. И одну песню раз в полгода сочинять. При этом не мешать все в одну кучу. Металл, шансон, попсу и рок-н-ролл. Для кабака сойдет. Но платят люди только за стильный и породистый музон. Поэтому, друзья, надо быть стильным, уж если выбрал ты какой-то стиль, а не дворняжкой беспородной пыльной, играть как хэтфилд, ну а петь как хиль. Всегда порода стоит больших денег, будь то скакун, собака или кот. И в музыке за стильные явления готов наличные выкладывать народ.